Всем привет, друзья! С вами Маша Странная, и я снова приветствую вас на своём канале. И прежде чем мы начнём, я хочу сделать небольшую рекламу канала одной замечательной девушки. Я зовут Ирина. Она резчик по дереву. Я думаю, что на моём канале в аудитории очень много людей, которые любят резьбу. Поэтому я настоятельно рекомендую зайти к ней на канал и посмотреть. У неё на канале разнообразные видео. Я думаю, что каждый найдёт для себя что-то интересное. Поэтому переходите. Ссылочку я оставлю внизу в описании. Будет классно, если мы поддержим Иру и добавим ей подписчиков. К тому же она действительно этого достойна. Переходите по ссылочке и подписывайтесь. Ну что ж, минутка рекламы закончилась, и теперь давайте приступим к делу. Как вы знаете, я делаю вот такие вот альбомы, блокноты на заказ. Этот блокнот состоит из самой книжки. Вот сам блокнот. Он сделан полностью вручную. Тонировка, прошивка, сшитие каптала, покраска. В общем, всё сделано вручную. Он сшит полностью, как настоящая книга. С ним ничего не случится. Всё склеено, сшито. И после того, как он закончится, такой блокнот не стыдно поставить на полку, как полноценную книгу. А также я шью на них кожаные обложки. Такая обложка получилась. Символы заказчица выбирала сама. Я лишь выполнила холодное тиснение, покраску. Ну, естественно, сшила всё это ручками, не машинкой. И получилась такая обложка. Сейчас расскажу, зачем вот эти петли. Здесь неспроста сделаны вот эти две петельки. Они предназначены для карандаша или для ручки. И в этом заказе конкретном есть ещё резной карандаш. Карандаш вот такой. Он одевается через две петли. И получается своего рода замочек. То есть блокнот будет всегда с тем, чем писать. Чем мы, собственно, сегодня-то и займёмся. А именно вот этим карандашом. Мне на нём необходимо вырезать волны и символ. Чем мы сейчас и займёмся. Я не стала срезать всё это ножом, потому что древесины мало. А у меня там не такой простой символ, который надо будет вырезать. Вот. И волны. Поэтому мне, по сути, не нужны вот эти вот рёбра. Я их просто сейчас на наждачном станочке сниму аккуратненько. Вот. Чтобы у меня осталось побольше древесины для резьбы. Древесины для резьбы. Вот на этой площадке как раз попробую... Не знаю, много сняла или нет. Но на ней я попробую вырезать символ, который нужна. Такая фигурка с руной внутри. Посмотрим. Остатки я сниму ножом. Ну, а здесь сначала нарисуем волны, а потом уже резьба. Вырезать мы будем вот такой символ. По крайней мере, я попытаюсь. Символ достаточно сложный для такого размера. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Так, ну что, вот готов наш карандаш. Руну в символе я еще выжгу выжигателем, чтобы ее было четче видно. Сейчас пройдусь немножко нажать и покрою морилкой. У меня тут моя любимая смесь по цветам. Очень мне нравится. Музыка 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 Ну что, вот и готов карандаш. Так он будет выглядеть. Как, собственно, и блокнот. Музыка 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 Музыка